Эфир Амурского областного продолжает новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте, коротко о главных темах. Во власти непогоды. В Примурье ликвидируют последствия сильного ветра и ожидают снег с дождем. Дорожный контроль. Василий Орлов проверил ремонт дорог областного центра. Почти 100 мешков мусора. В Благовещенске стартовала акция «Город берегу». Отвагу и героизм амурских врачей обсуждают во всем мире. Медиков благодарят за проведение операции в условиях пожара. Сносило кровлю, остановки, рекламные баннеры, обрывало провода. В Амурской области устраняют последствия сильного ветра. 3 апреля порывы достигали 24 метров в секунду. Из разгула стихии линия электропередачи оборвала в Белогорске. Без света там остались жители почти полусотни домов. У них также было ограничено водоснабжение. Из-за скачков напряжения сбой в работе оборудования произошел на водонапорной станции в микрорайоне. Ресурс подавался из трех скважин вместо девяти. На восстановление электро и водоснабжение ушло менее двух часов. Также пострадали 14 автобусных остановок. У объектов сорвало крышу, стены, два павильона перевернуло. Поврежден был и городской фотопоинт. Светодиодную конструкцию перенесли на временное хранение в администрацию города. В свободном куски кровли зданий повредили припаркованные во дворе автомобили. В Белогорске ветер повалил забор на территории детского сада номер 35. Срывал крыши с гаражей и домов, а также сильные порывы повалили деревья, рекламные щиты и дорожные знаки. Остановку на театральной кольцевой демонтировали городские службы. По сообщению мужского гидромедцентра, непогода в регионе сохранится до середины недели. 6 и 7 апреля в Тындинском, Сковородинском, Зейском и Селимджинском районах ожидается снег. Вот уже с четверга начнется смена атмосферных потоков, потому что к пятнице мы ждем выход очередного циклона. В теплый сектор циклона начнет поступать более тепло-воздушная масса, поэтому уже в пятницу дневные температуры по области плюс 3,8, на востоке около нуля. А суббота у нас обещает быть опять неустойчивой, но с высоким температурным фоном. Ремонт улицы Мухина в Благовещенске продлится и в следующем году. За это время здесь полностью поменяют коммуникации, уложат новый асфальт. Хоть начавшихся работ оценил губернатор области Василий Орлов, он также проверил, как в областной столице устраняют недостатки на уже отремонтированных дорогах, которые находятся на гарантии. О стартовавшей ремонтной кампании расскажет наш корреспондент. В планах ремонта дорожной уличности Благовещенска данный участок, улица Тепличная, от улицы Воронкова до улицы Геннадьского шоссе, тоже стоит в планах по нацпроекту безопасной и качественной автомобильной дороги. Работы на Тепличной начнутся только через год. Здесь не только положат асфальт, но и проведут освещение, сделают тротуары. А на театральной масштабная реконструкция закончилась в 2019 году, после чего ее поставили на гарантийное обслуживание. Как устраняются недочеты, в основном это провалы и выбоины, губернатор проверил вместе с представителями подрядных организаций и мэром города Олегом Имамеевым. Акцент глава региона сделан на новую смесь, которой закрывают дорожные трещины. На улице Мухина, еще в одной точке, где побывал губернатор, начали менять коммунальные сети. За два года подрядчикам предстоит выполнить большой объем работ, в том числе и из-за того, что здесь проходит канализационный коллектор. В рамках ремонтной кампании дорожникам предстоит выполнить работы и по водоотведению. Водоотведение в этом году мы подготовили схему ливневой канализации, соответственно в рамках этого мы готовим несколько мероприятий точно по городу. Я уже неоднократно говорил, что это достаточно большая работа и долгосрочная. В этом году на дорожную кампанию областной столицы выделено 1 миллиард 800 миллионов рублей. Средства поступают из федерального и областного бюджетов в рамках нацпрограммы «Безопасные и качественные дороги». Сегодня общая сумма финансирования составляет более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Такие деньги никогда не выделялись в таком объеме. Возникают, конечно, вопросы по качеству, потому что подрядчиков не хватает. Мы за качеством следим очень внимательно и условно мы могли бы добавить еще средств на дорожную и уличную сеть, но работать некому, без потери качества. Поэтому наша задача изучить те ошибки, которые были и недочеты, которые были в прошлых годах, устранить их в этом и своевременно ввести все объекты в эксплуатацию. Такие контрольные объезды продолжатся и впредь, пока не завершится ремонтная кампания. Как отметил губернатор, все работы должны быть выполнены не только качественно, но и в поставленные сроки. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. 26 апреля в Преамурье стартует народное голосование. Жители региона будут выбирать территорию для облакоустройства в 2022 году. Стать респондентом в опросе может любой желающий от 14 лет. Тему формирования комфортной городской среды обсудили на форуме про ДФОС «Байкальский край». Участие в нем приняли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернаторы субъектов Дальневосточного федерального округа. Глава Преамурья Василий Орлов по видеосвязи рассказал о достижениях и планах по улучшению дворовых территорий и общественных территорий. В рамках форума чиновники провели пленарное заседание под названием «Городская среда» в регионах ДФО в эпоху посткоронавируса, где главы дальневосточных субъектов рассказали о реализации проекта и трудностях в решении некоторых вопросов. У нас, знаете, не столько коронавирус повлиял, сколько очень тяжелый с погодной точки зрения год. Очень тяжелая была зима, вот это холодные месяцы, до этого было очень дождливое лето, поэтому уровень грунтовых вод, соответственно, там все, что с физикой связано, объем увеличения объемов, это, конечно, очень сильно отразилось на дорожной сети. Но, тем не менее, если говорить про комфортную среду, то, в принципе, у нас 2020 год был плановый, без сбоя. Так, в прошлом году в Преамурье было благоустроено 45 дворов и 10 общественных территорий. Еще больший объем, подчеркнул губернатор Преамурья, будет выполнен в этом году. Реконструкцию, модернизацию запланировано провести на 66 площадках. Обналенные скверы появятся в городах Благовещенск, Сковородино, Циолковский, Завитинск, Зия, Тында. Василий Орлов отметил, что один из основных показателей эффективности работы – удовлетворенность населения. Проводятся опросы жителей, ведется мониторинг отзывов в социальных сетях. Грубых нарушений брака в работе подрядчиков выявлено не было. В целом, с 2017 года в регионе смогли преобразить свыше 170 дворовых и 40 общественных территорий на общую сумму 924 миллиона рублей. 24 апреля в областном центре состоится общегородской субботник в рамках акции «Город-берегу». В этом году первыми проект поддержали сотрудники Центра управления регионом и волонтеры. Они очистили берег реки Бурхановка в Благовещенске. На уборку вышла и съемочная группа Мурского областного. Мешки, пакеты, бутылки невооруженным глазом видно. Мусор на берегу Бурхановки практически повсюду. Убрать отходы вызвались более 20 активистов. Среди них Яна Кольцова. Амурчанка на протяжении 8 лет занимается экологической деятельностью и каждый месяц участвует в субботниках. «Чисто там нигде убирают, там, где не мусорят. Я считаю, что такие акции, наверное, должны привлечь внимание к тому, чтобы мы бережнее относились, не бросали бумажки, где не нужно. Важно заниматься такими вещами, участвовать в экологических акциях, потому что ты подаешь пример как минимум своим близким и знакомым. Потому что когда я начала, сначала, конечно, все так с осторожностью смотрели, казалось, что это бессмысленно. Но сейчас многие мои знакомые делят мусор и принимают участие в экологических акциях». Специалисты Центра управления регионом и эко-волонтеры вооружились лопатами и граблями. Несмотря на сильный ветер, они на протяжении трех часов орудовали инвентарем. Общими усилиями собрали почти 100 мешков мусора или 830 килограммов отходов. И это лишь с одного отрезка берега по улице Северной от Шевченко до Пионерской. «Бурхановка, на мой взгляд, это одна из рек, которая проходит в центре города. И, наверное, ее чистота и очень большую роль играет внешний вид для жителей города и вообще для наших гостей». Уборка общественных территорий пройдет во многих районах города. Это прилегающие к организациям площадки, улицы, дворы, парки и скверы. Сегодня выйти на субботник заявились более 200 компаний и фирм и почти 5000 благовещенцев. «Если вы хотите принять участие в акции «Город-берегу» и облагородить территорию, которая, возможно, находится рядом с вами, это ваш двор, то необходимо подать заявку в ЖКХ, ее рассмотрят и, возможно, вам помогут тем инвентарем и той материальной базой, которая вам необходима для облагораживания территории. Также вашу заявку рассмотрит ГСТК, которая вам поможет в вывозе мусора, который вы соберете со своей территории». Массовые субботники в Благовещенске проводят с 2000-х годов. В 2020-м формат проекта изменился. Кроме уборки, на площадках стали организовывать развлекательные и интерактивные зоны. А также активистов призывают участвовать в инстаграм-челлендже. «С 1 апреля мы запустили инстаконкурс, который называется «Город-берегу-2021». Предлагаем принять участие всем жителям города. Для этого необходимо убрать ту или иную территорию и сделать фотографии. Было-стало, как было до того, как они убрали, и стало, насколько они приложили свои силы, то есть что они сделали. И обязательно выложить это в инстаграме, поставить хэштег «Город-берегу-2021» и, конечно же, прописать все, что они сделали, описать свою работу. Акция «Город-берегу» продлится до 10 мая, а уже 19 числа будут подведены итоги. Самых старательных участников ждут призы. Среди них планшет, сотовый телефон, беспроводные наушники и игра «Самый-самый благовещенск». Анастасия Слесарева, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Пожар в кардиоцентре «Благовещенск» и отважная работа медиков в «Горящем здании» эта тема на прошедшей неделе стала одной из самых резонансных. Об этом говорили не только региональные СМИ. ЧП и, главным образом, операцию на открытом сердце, которую врачи провели, несмотря на полыхающую крышу, обсуждали ведущий российский канал, а также мировая пресса Великобритании, Италии, Кореи. В свою очередь, телеведущая Елена Малышева поблагодарила медиков за героическую работу. Напомним, 2 апреля в «Благовещенске» загорелась крыша медицинского объекта. Из здания эвакуировали 120 человек, из них 50 медицинского персонала и 70 пациентов. Их госпитализировали в другие больницы города. В момент пожара в кардиоцентре на протяжении более трех часов врачи боролись за жизнь Амурчанина, проводили операцию на сердце. Около двух часов они работали в условиях пожара. Известно, что 62 минуты пациент находился на искусственном кровообращении. Тяжелейшая манипуляция медиков увенчалась успехом благодаря резервному электро- и кислородоснабжению. Это обеспечило работой приборов, несмотря на то, что здания полностью обесточили. По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Мурской области, сейчас отмечается улучшение в динамике состояния пациента. По сообщению регионального управления МЧС, звонок о пожаре поступил в 11.50. Огнеборцы прибыли на место через пять минут. Полностью ликвидировать огонь удалось практически за шесть часов. Всего в тушении было задействовано 60 человек и 29 единиц техники. Возгоранию присвоили повышенный второй ранг сложности. К моменту прибытия уже проходила эвакуация, то есть медперсонал эвакуировал больных и самостоятельно сами эвакуировались. То есть здесь врачей можно отметить в лучшую сторону, они все это было организовано. Мы лишь помогли организовать это в дальнейшем и, естественно, проводилась эвакуация дорогостоящего медицинского оборудования, которое очень дорого было и был пролив воды по этажам здания. Все это эвакуировали, привлекались спасатели, пожарные, максимальное количество людей для выноса данного оборудования. Для реставрации здания в ближайшее время будет определена стоимость проекта. Специалисты разработают техническое задание и смету. В здании предстоит восстановить крышу, отремонтировать помещение, обустроить систему вентиляции и кондиционирования. Деньги на первые работы будут выделены из резервного фонда областного правительства. В Тамбовском районе продолжается прививочная кампания от COVID-19. Очередную партию вакцины доставили в селу Чуевка. С этого года здесь заработал новый ФАП, построенный в рамках нацпроекта «Здоровье». Всего в области будет работать 26 таких пунктов. Подробнее Юрий Камышный. Я пишу и вы пишите. Я осмотр пишу. Вы пишите мне кучу согласия. Перед прививкой обязательный осмотр пациенту. Измеряют давление, температуру, проверяют насыщение крови кислородом. И если никаких отклонений нет, ставят долгожданный укол. В этот раз в Чуевку привезли 10 доз вакцины от COVID-19. Людмила Быстрова, несмотря на возраст 65+, решилась на процедуру. Женщина говорит, устала бояться заразиться коронавирусом. Я на инвалидности, с детьми общаюсь, с внуки, правнуки. Вот поэтому у меня внучка сделала, зять сделал, и я решила сделать. Эта прививочная кампания в Чуевке теперь проходит в стенах нового ФАПа, открывшегося всего несколько дней назад. Местные жители этому событию не нарадуются. Теперь у них появился свой современный мини-медицинский центр. Здесь можно не только получать консультации, ставить уколы, капельницы. Здесь могут работать и врачи узких практик, включая гинеколога. Оснащены по последнему слову техники, так и с соблюдением всех санитарных норм, последних, причем они в связи с коронавирусной инфекцией, новые, изменились. У нас все оснащение соответствует этим новым нормам. Продумано все. Широкие дверные проемы для маломобильных продумано. Пока Чуевский ФАП работает всего два дня в неделю. Чтобы пункт работал круглосуточно, нужен свой фельдшер. Сейчас медицинскую помощь сельчанам посменно оказывают врачи из Казмодемьяновки. Местные жители надеются, что в самое ближайшее время к ним на постоянную основу приедет свой доктор. Вот когда вдруг ночью случится, не дай бог что, вот так вот вызвать скорую. Это вот он должен, чтобы здесь кто-то был, дежур, работал и жил. Вместе с подъемными, один миллион рублей, стабильной работой фельдшеру, который приедет в Чуевку, положено и вот такое современное жилье. Две комнаты, центральное отопление и водоснабжение, свет в доме, который примыкает к ФАПу, созданы все условия для жизни. Осталось только определиться с кандидатурой будущего доктора. Желающие на это место уже есть. Несколько лет наши граждане села Чуевка были лишены этого. Неотложная помощь оказывалась, активные посещения, патронажи на дому осуществлялись участковой службой. Но прием, здесь не было помещений для размещения, прием врача осуществлялся в близлежащей амбулатории, которая находится в 4 километрах от села. Чуевский ФАП один из 26, который откроется в области в этом году. На их строительство было потрачено 290 миллионов рублей благодаря нацпроекту «Здоровье». Качественная медицина становится доступнее для амурчан, особенно для живущих в сельской местности. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В Благовещенске подвели итоги регионального этапа Всероссийской премии «Экспортер года». Призеров и победителей поздравил губернатор области Василий Орлов. Как отметил губернатор Василий Орлов, само географическое положение региона обязывает более активно заниматься этим направлением. В области уже работает Центр поддержки экспорта, в скором времени заработает экспортный совет. Он позволит более оперативно получать обратную связь и вырабатывать эффективные решения совместно с бизнесом. Вы видели, что строится инфраструктура за счет разных источников. Частные инвестиции, государственные инвестиции. Значит, все это не будет работать, если у нас не будет экспортно-ориентированных компаний мирового уровня с качеством, достаточно качественного продукта. Поэтому эта премия – это не мероприятие для галочки. Это задача этой премии – выделить наиболее активных, пообсуждать какие проблемы, помочь. И задача этой премии – стимулировать бизнес к продвижению экспортной продукции. В этом году на конкурс было подано 17 заявок. Победители определили в пяти номинациях. Всего их 11 – в сфере услуг, агропромышленного комплекса, высоких технологий и других. Обладатели первых мест могут принять участие в дальневосточном этапе премии. Сборная Константиновского района стала победителем борцовского турнира. Однако пока в общем зачете 35-й областной сельской спартакиаде лидирует команда из Октябрьского муниципального образования. Подробнее об итогах соревнований вольников в материале нашего корреспондента Евгения Вдовенко. Этот поединок между вольниками из Константиновки в Красном и Екатеринаславке стал своего рода квинтэссенцией турнира. Ведь именно эти две сборные являлись основными претендентами на победу в борцовском турнире, входящем в зачет сельской спартакиады. Примечательно, что призовые места в нем и распределились соответственно итогам данной схватки, в которой выиграл мастер спорта из Константиновки Андрей Свящев. Тем более, что помимо него еще семеро хозяев площадки, среди которых и воспитанники Андрея, стали лучшими в своих весовых категориях. У нас очень много поколений борются очень хорошо, очень хороший тренер, раньше были очень хорошие тренера, хорошие воспитанники вырастают, очень хорошая школа у нас. Раньше казалось, что легче тренировать, да, приехал, сидишь, якобы ничего не делаешь, но теперь понял, что, конечно, легче бороться. Конечно, приезжаешь с командой, переживаешь за всю команду, за каждого отдельно, поэтому, как бы, сказывается это все в дальнейшем. И очень, намного. Успех Константиновцев был ожидаем. Вольная борьба для этого района является одним из базовых видов спорта. Подтверждением тому богатая история побед местных борцов. Вольная борьба у нас культивируется, можно сказать, давно в спортивной школе в нашей, да. Можно сказать, что начало это было при... был замечательный тренер, заслуженный мастер Советского Союза, Веселов, который воспитал целое поколение хороших борцов, кандидатов в мастеров спорта, мастеров спорта. И самое главное, эта школа, у нас она прижилась, и сегодня ее продолжает, его воспитанник, Свящев, Артем. Основные конкуренты Константиновцев, борьцы из Октябрьского района, также выступили удачно. У них второе общекомандное место. При этом спортсмены довольны не только наградами, но и своим физическим состоянием. Мне тоже 28 лет, я думаю, здесь есть намного, ну, много людей меньше меня по возрасту. И я им так скажу, продолжайте заниматься, чтобы и в 28, и в 38 выглядят хорошо, и заниматься, быть всегда в тонусе. Победа Константиновцев позволила району вплотную приблизиться к тройке лидеров общего зачета в Спартакеады. Шансы на попадание в призы у муниципалитета сохраняются, ведь в оставшихся в программе состязаниях еще две приоритетные для района дисциплины. Деревой спорт у нас на Спартакеаде один из лучших. Первые места занимают гонболисты наши, тоже на следующей неделе прием на отборочные соревнования мужские команды, через неделю финал женские. Напомним, всего в рамках областной сельской Спартакеады проводятся состязания по 16 видам спорта. В 35-м по счету турнире 11 дисциплин уже позади. Очередные предстоят по гонболу. 11 апреля в Ивановке. Евгений Вдовенко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На этом выпуск завершен. О развитии событий читайте на нашем сайте, подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Амурского областного. Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова